Это одно из старейших мероприятий за всю историю молодежной политики в Анапе. 15 лет назад начали работать первые подростково-молодежные клубы по месту жительства. Ребята, которые не могли найти себе увлечения ни в школах, ни в вузах, объединились по увлечениям. Очень знаковое, на мой взгляд, событие, потому что здесь собрались те дети и подростки, которые находятся в сельских округах, которые по большей части редко бывают в городе и редко видят какие-то наши мероприятия городские. Клубный бум собирает ребят вместе. Участники делятся своими достижениями, подделками, проводят мастер-классы. Желающих попробовать себя в чем-то новом всегда очень много. Чтобы нарисовать песком красивый рисунок, сделать оригами или сплести что-нибудь из бисера, нужно отстоять очередь. Участники могли не только показать себя, но и научиться чему-нибудь новому. Например, делать вот такой цветок из бисера. На фестивале, который уже стал традицией, молодежь проявляет себя творчески, тем самым представляя свой клуб с самой лучшей стороны. К фестивалю готовились основательно. Здесь и поделки, и звездная пыль, зажигательные танцы, сценки и даже колесо сира. Вот гимнастическим колесом называют этот предмет. Ну, оригинальное название изначально – колесо сира, собственно, в честь его изобретателя. Вот увидели, заказали, попробовали, понравилось. Сейчас работаем вместе с командой. Одни элементы получаются у одних, другие у других. Причем, казалось бы, кто-то может делать очень сложные элементы, прям такие совсем не базовые. А базовые элементы могут не получаться. Вот так у меня бывает, например. И наоборот. Более того, есть очень активные представительницы вот этого спорта. Причем, девушки делают порой такие трюки, которые мужчины не делают, в принципе, за счет своей гибкости, пластики. Они выполняют очень интересные и красивые элементы. Как и в любом виде спорта, без травм не обойтись. Но на тренировках все оттачивается до автоматизма. Бывало всякое. Можно и по голове заехать, и по ногам, что чаще. Вот. Ну, а как иначе все-таки спорт? Опять же, разные элементы требуют разной нагрузки. Но, в принципе, вы все время находитесь в упоре. Все четыре конечности, они расперты, они в нагрузке, в напряжении. Поэтому очень хорошая штука. Рекомендую всем. Такие мероприятия молодежи нужны и важны. Все участники фестиваля «Клубный бум» замечательно провели время. Отдохнули в дружной компании, от души натанцевались и зарядились положительными эмоциями. Мы приехали за Рим. Долго готовились, очень усердно старались. Вот мы попали на это мероприятие. Мы, конечно, довольны своим выступлением. Хороших впечатлений остались. Много эмоций. Ну, а так, очень довольны. За участие каждому подростково-молодежному клубу вручили похвальные грамоты и поощрительные призы. Продолжение следует...